Масштабный общегородской крестный ход прошел по Невскому проспекту, северной столицы, в день памяти перенесения мощей святого князя Александра Невского. А в другой части Петербурга в этот день состоялось водное шествие с иконой святого Александра Невского и частицей его мощей. Оно двинулось по пути императора Петра I, который 300 лет назад стал инициатором переноса святыни в молодую столицу. К крестному ходу присоединились наши коллеги. Ровесник Победы Петра над шведами, Благовещенский собор Шлиссельбурга, принимает архиерейское богослужение в день 300-летия перенесения мощей святого Александра Невского. Епископ Мстислав Тихвинский-Ладейнопольский возглавил божественную литургию под старинными сводами, после чего напомнил пастве о личных качествах святого и правителя, воина и дипломата Александра Невского. Дипломатические военные заслуги перед Отечеством, служение Богу и народу заставили Петра I избрать его как защитника, молитвенника, помощника, подвижника земли русской. Строя новый град, град святого Петра, конечно, избрал его как человека, который помогал бы ему в его рапных трудах, защищая свой народ, избаляя захваченные земли иноплеменникам и тем самым укрепляя Церковь, народ, Отечество. Крестный ход в праздничный день начался от собора через памятник Петру I в Шлиссельбурге и пошел водным путем, точно таким, как 300 лет назад, во главе шествия лаврской иконы Александра Невского XVII века с частицей мощей святого. Первая остановка – крепость Орешек, и здесь целый год пребывали мощи благоверного князя на пути в Стольный град Петров. Притеченский собор не сохранился, но на его месте установили памятный камень. Владыка Мстислав осветил его. В Усть-Ижоре, на месте Невской битвы, где император Петр I встречал мощи святого, сегодня стоит храм и памятник благоверному князю. С берега крестный ход приветствуют верующие. Приветственный выстрел звучит с корабля «Полтава». Он и другие судна Петровского времени воссозданы специально для полноты атмосферы. Примерно так встречали святыню тогда. На Синопской набережной процессия сходит на берег, чтобы соединиться с Большим и Малым крестными ходами на площади. Реконструкция церемонии перенесения мощи святого Александра Невского, как и 300 лет назад, закончилась на этом самом месте, горячей молитвой верующих людей. Конечно, в то время здесь не было еще ни монастыря, ни тем более этого памятника. Но вот упование на святого благоверного князя ничуть не изменилось. Ты помолишься за нас, крестом, наше благо. Торжества, посвященные 300-летию со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, возглавил святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Провидцем был князь Александр Невский. С одной стороны, дал бой тефтонским рыцарям и прочим оккупантам, а с другой стороны, строил свою политику таким образом, чтобы иметь поддержку с Востока, потому что понимал, что те, кто на Востоке, нуждаются только в наших деньгах. Ну так, образно выражаясь. То есть в наших материальных благах Руси. А вот те, кто наступал с Запада, им душа наша была нужна. Им нужно было порабощение, которое они представляли себе, как включение Руси в их систему государственную, а значит и в систему ценностей, которые же в то время, не говоря о сегодняшнем дне, были так далеки от наших ценностей. Традиция масштабно отмечать День памяти святого Александра Невского идет из глубины Елизаветинской эпохи. С большим перерывом она возобновилась в наши дни. Это десятый по счету крестный ход 21 века. Но водный путь святыни повторили впервые. Реставрация вот этих событий, костюмированная такая реставрация. И, конечно, постоянно звучали слова молитвы. Вот это все было потрясающе. Интересно и содержательно. И я просто переполнена такими, знаете, и благодатью, и эмоциями. Эмоциями от того, что я приняла участие в этом событии. Напомним, 300 лет назад причиной для перенесения мощи Александра Невского стало желание императора Петра I увековечить победу в Северной войне. Спустя столетия мы видим, как это событие изменило духовную жизнь страны и ее жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова